Так, друзья, привет! Всем привет! Сегодня хочу с вами вместе немножко расхламиться, а то я совсем уже забросила эту тему, эту рубрику. И давайте, наверное, вот так вот, в реальном времени. Я только что из магазина ходила за подарочными пакетиками. Ну и что-то, знаете, настроение такое вот пришло, дай, думаю, что-нибудь выкинуть прям хочется. Поскольку что-то я принесла новое в дом, да, надо что-то старое выкинуть. Вот, и у меня здесь подготовлено показать вам ботинки, будем с вами выкидывать. И вот тут у меня шкаф полный всякого барахла. Ну как барахла, то есть что-то такое накапливалось, накапливалось. Вот, ну, на фоне вот этого вот тоже будем с вами расхламляться, да, чтобы освободиться от старого, ненужного, былого. И будем вот прям, я монтировать, наверное, не буду это видео, вот прям как происходит, так и будем все выкидывать. Начнем с обуви. Кто на меня подписан в инстаграме знает, короче, как у меня порвались вот эти вот босоножки. Даже не знаю, как вам их показать. Ну вот, как они, Сабу, да, Сабу, не знаю, как их называть. Они абсолютно новые, я буквально их пару раз одела, и все. И сейчас покажу. Правые еще более-менее, а левые у меня вот здесь вот все оторвалось. Я, ну, прямо она вот полностью вырвалась, вот эта вот часть. Я ее вот здесь вот кое-как на скрепках присобачила, и еще пришлось скотчем обматывать ногу. В общем, до дома я дошла. Вот, но ходить в них уже нереально. Поэтому я их выкидываю. Ну, уже куда в ремонт отдавать? Они мне стоили 200 рублей. По суперраспродаже было еще 100 лет назад. Не 200, я, конечно, утрирую, но... Они, конечно, красивые. Буквально пару раз я их одела. Ну, а что делать? Вторые. Это уже мои такие весенние-осенние. И тоже такое маленькое разочарование произошло, потому что я их покупала, в принципе, не деш. Ну, как такая средняя цена была, где-то около 2000. Даже, может, чуть больше, 2200. Вот для такой обуви без подкладки, без теплой какой-то даже флисовой подкладки, это, мне кажется, ну, не очень такие они. То есть, как бы, я думаю, что за такую цену будет качество получше. В общем, вот такая обувь, вот такие туфельки, ботинки на, казалось бы, модные вот сейчас, да, с блестящими вставками на высокой тракторной подошве. Ну, к сожалению, сейчас покажу, наверное, будет видно, одна подошва треснула. Вот левая. Прям трещина ярко выраженная. Поэтому, увы, придется выбрасывать. Почему-то вот всегда у меня проблема с левым ботинком. Так что, избавляюсь от сталья. Еще также, наверное, не знаю, конечно, жалко, придется выкидывать зимние ботинки. Здесь уже оба ботинка пострадали, и левый, и правый. И проблема та же, то есть лопнула подошва. Вот такие вот, синего такого цвета. Вы прям видите как раз то, как они и есть, такого цвета. Немножко с потертостями. Но это уже от времени. Вот. Конечно, их вот кислота поела, это уже никак не уберешь. Они, это искусственная замша. Вот. И, в общем-то, ну, не знаю, будет видно, нет. Обе подошвы, они лопнули. Ну, вот трещины видны. Сейчас покажу. Вот здесь вот. Вот прям видно, трещина идет. И здесь такая же. Так нагляднее будет видно. Вот. Так что тоже, они мне безумно нравились. Тоже их брала где-то по очень большой скидке. Не помню. В районе пяти. Они зимние. Там мех. Молния, шнуровка. Все как бы рабочее. Ну. Может быть, шнурки вытащу. Как бы шнурки мне нравятся. Они такие. Не знаю. Посмотрю. А может, на дачу отправлю. Они все-таки нерваные. Только промокают. Если на сухую погоду, вполне можно. Вот. Еще у меня здесь коробка стоит уже давно. Но это такой, знаете, раритет. Это были когда-то мои самые любимые туфли. Они уже очень давно пришли в негодность. Очень давно пришли в негодность. И наконец-то я созрела для того, чтобы их выкинуть. Сейчас покажу вам. Вот такие туфли. Тоже с лаковыми вставками. На небольшом каблучке. Это натуральная замша. И что с ними произошло? Ну. Все та же проблема. Причем здесь, по-моему. Да. Здесь с левым все в порядке. Здесь с правым проблема. Вот здесь вот трещина. Ну. Каблук отломился. Вот. Видно. Вот. И, в общем-то, ходить в них уже невозможно. Ну. Вот. На правом, получается, отломился. Каблук. А на левом, сейчас покажу. На левом вот здесь вот протерлась. Здесь вот трещина в лаковой коже. И вот здесь сзади шов как бы треснул. Вот. Им уже сто лет этим туфлям. Но я наконец-то созрела, чтобы от них избавиться. Поэтому выкидываю с квадратным носом. Они мне так нравились. Вот. В общем, наконец-то я от них избавляюсь. Надоело уже, что они стоят. Коробка. Это вся пылится. Это всё надоело мне. В общем. Чао-какао. Вот. И продолжаем. Также до кучи. У меня здесь очень много всяких коробок каких-то ненужных. из-под лекарств там. Чего-то такого. Вот такую штуку я принимала. Полный лохотрон. Даже не пилите. Так. Потом мне кололи витамины. Просто пустая коробка валяется. Выкидываем. Так. Что тут ещё есть? Смотрим. Смотрим, пустая или нет. Были вот такие обезболивающие. Кстати, единственное, что мне помогают. Ну, они сейчас по рецепту. Поэтому не всегда можно купить в открытом доступе. Вот. Пустая. Выкидываем. Дальше. Ещё из первой партии заказывала вот такие вот лекарства. Ну, как не лекарства. Это не лекарства. Это у нас витамин мелатонин. Витамин мелатонин. Это если с основным проблемой, вот такую штуку можно попить. Это я ещё когда первый раз заказывала. Обратите внимание на размер упаковки. Да. Здесь 30 таблеток по 0,3 грамма. Маленькая такая вот компактная коробочка. И стоила она что-то, это я так отвлечённая тема, стоила она, по-моему, около 200 рублей. Сейчас у них вот такая коробка. Сравните. Да. Вот такая коробка. Ничего не изменилось. Да. Те же 30 таблеток по 0,3 грамма. Но стоит эта коробка уже около 350 рублей. Хотя всё то же самое. Абсолютно то же самое. В общем, они обе пустые. Выкидываем. Так, дальше смотрим. Вот здесь ещё есть. Будем с вами разбирать тоже аптечку. Как-нибудь в другом видео. Это мне выписывали, когда у меня руки сводила. Ещё там есть. Оставляем. Так. Что тут ещё у нас? Смотрим. Это, по-моему, целая упаковка. Я ещё даже не открывала. Её тоже оставим. Так. Здесь тоже есть. Это тоже из этой же серии. Когда руки сводили, там ещё есть. Так. Вот это у меня ещё пол коробки осталось. И плюс новая партия. Оставляем. Так. Что-то у меня этого не Робиона. А ещё одна целая упаковка. И... Одна какая-то неясная. Одна пустая. Полностью выкидываем. Нечего тут валяться. Что ещё мне бы тут выкинуть? Анютка мне посоветовала. Анютка, привет! Посоветовала мне такое обезболивающее. Но чё-то не пошло. Не знаю. Оно недорогое. 60 рублей. Но мне... Помогает. Но не всегда. То есть, в тех случаях, в которых... Из-за которых весь сербор в этих случаях не помогает. Так. Тут ещё у меня... Ещё вот такое тоже. Это тоже, когда руки сводила. Вот такой вот. Ещё там целая коробка. Так что оставляем. Ну, пока вот так. Вот, не знаю. Тут у нас сейчас сербор в этой ванной комнате сломала стиралка. Поэтому мы часть мебели вытащили. Там стойка. Чтобы развернуть стиралку, пришлось стойку вытащить. Соответственно, из стойки тоже всё вытащили. Вот. И все эти шампуни, там всякие мыло. Да, это всё валяется в коридоре в тазу. Вот. Поэтому, ну, можно было бы убрать запас палочек. Но пока тут может полежать запас. Кстати, по-моему, брала в фикс-прайсе. Котэ. 400 штук. И как... Брала где-то, наверное, год назад. И как видите, она ещё целая. Только чуть-чуть. Начала от неё. Вот. Ну, что у меня тут ещё такое? Показать вам. Вот пока не выбрасываю. Крючки брала в фикс-прайсе. Они типа на двухстороннем скотче. Отстой. Не берите. Они отрываются. И я, наверное, буду снимать этот двухсторонний скотч. И здесь есть такое, как бы... Вот здесь вот дырка такая. Она открывается. И там можно прикрутить винтиком. Так что я, наверное, буду винтиком прикручивать. И возьму на дачу эти крючочки. Потому что здесь я хотела на мебель вешать. Внутри мебели. Не знаю, посмотрю. Просто не хочу портить древесину. Ну, посмотрим. Может быть, оставлю. Перекись пригодится. В комнате это самое то. Так, вот этот вот хлоргексидин. Это тоже типа перекиси. Оставлю. Она хоть и просроченная. Я ее использую не по назначению. Так, что у меня тут еще? У меня тут новогодний олень. Алиска его потянула. И у него треснула башка. Вот. Поэтому теперь он... Типа ее игрушка. Вот. Ну, пока больше я ничего не могу отсюда выкинуть. У меня здесь незаконченные вышивки лежат. Вот. Так что, кому интересно на вышивки мои посмотреть, пишите, оставляйте комментарии. Там, не знаю, ставьте лайки и все такое прочее. Вообще, мы с вами уже 13 минут расхламляемся. Так что давайте, я думаю, что хватит. Обувь выкину. Пустые коробки выкину. И увидимся с вами в следующих видео. Давайте вместе расхламляться, потому что вещей очень много. Поверьте мне, на ваш век. Бросайте все, потому что жизнь проходит мимо, пока вы накапливаете. Все. Целую всех. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Пока.